Здравствуйте! Это новый выпуск рубрики Глобус. Отправляемся в очередное путешествие. И сегодня вновь пройдем альпинистскими маршрутами с известным томским восходителем, мастером спорта России Иваном Темиревым. На этот раз вместе с Иваном поднимемся в горы Турции и побродим по улочкам Анталии. Итак, сегодня в рубрике Глобус. Турция от Ивана Темирева. Мы довольно долго хотели попасть в какое-нибудь такое место со скалолазными целями, где оборудованы спортивные дорожки на скалах, которых много в европейской части и в разных других странах. Не в Россию, так сказать, хотели попасть, но всегда что-то мешало, то отсутствие финансов, то времени. Ну и как-то так однажды звезды сошлись, что у нас нашлись финансы и мы смогли выкроить. Время на работе для того, чтобы посетить скалолазные районы в Турции. Для нас это была не характерная поездка, потому что обычно все наши выезды связаны с проживанием в палатке, в спальниках, где-нибудь в горах. Это даже, собственно говоря, касается и скал, когда мы выезжаем. Здесь мы купили тур у оператора, жили в гостинице на побережье моря, то есть, когда было тепло, мы могли в море окунуться, сняли машину. Там было свое отдельное приключение, потому что нужно было найти подешевле. Ну, за счет этого получили свободу передвижения. И перемещались, то есть, там ни один скалолазный сектор оборудован. И эти места, гейкбари в районе Анталии, они очень популярны у многих скалолазных из разных стран. Ну и, естественно, так как Турция сильно популярна у россиян, они в первую очередь часто посещаемые россиянами. Вот ездили по разным скалолазным районам и наслаждались скалами, маршрутами, теплой погодой. Естественно, вкусили экзотики для нас. То есть, как бы у нас еще не было ничего там, а там всякие фрукты, овощи, арбузы, Виктория, клубника. Ну и все, естественно, это мы в разных вариациях попробовали. Мы перемещались по городу, периодически пешком по Анталии гуляли, искали информацию в интернете, заезжали, там нашли такой интересный, ну у нас такое не очень практикуется, базары где-то выходного дня, а где-то по каким-то дням недели в разных городах. Так, перегораживаются кусок улицы и там вся эта улица превращается в базар. От товара хозяйственного назначения до всевозможных продуктовых вариантов. Ну и естественно, цены там пониже, чем в магазинах или в туристской зоне, или просто в городе. Ну и естественно, мы вот эти места посещали, было бы очень интересно получить такой опыт. Вот спортивные маршруты, они тебе приглянулись, турецкие? Да, хотелось бы еще туда вернуться, пока вот в последнее время не складывается, но задел как бы очень интересный. Мы там пробовали разные маршруты по повышающей сложности и один маршрут почти собрали в восьмой категории, но буквально там на последнем движении. То есть это было утром перед отлетом, мы вечером много дискутировали, стоит не стоит, потому что уставший, потому что скорее всего ничего не получится. Но все-таки мы встали пораньше в последний день, нужно было переместиться из гостиницы в Анталию, там сдать машину и в общем-то там еще несколько часов по городу и после этого в аэропорт. Но мы решили, что встанем пораньше, заехали в скалолазный сектор и сделали там ранним утром попытку. Вот буквально не хватило одного движения, собрать этот маршрут. Ну и естественно, хочется вернуться за ним и за многими другими, там очень интересно. Надо пояснить, что вот восьмая категория достаточно сложная такая. Ну да, скажем так, скалолазов в Томске, которые лезут, очень немного пролезают в такую категорию. Ну и нам есть к чему стремиться. Так как Турция горная страна, естественно, там вот этот вид спорта, альпинизм пытаются развивать, пытаются на этом даже деньги зарабатывать, да, привлекая туристов и спортсменов из разных стран мира. Ну да, там даже пытались проводить какие-то крутые, так скажем, события, типа Петсел-рок-трип. Для этого пробиваются отдельные скалолазные маршруты, приезжают съемочные группы, делают после этого отдельный фильм. Ну и место есть, да, очень популярное. Но естественно, то, что люди приезжают, повозят по скалам, они не только там остаются, они и посещают все окружающее. Ну да, плюс потому что все-таки в Турции есть и памятники старинные, памятники архитектуры. Да, и надо сказать, что на всем на этом делаются деньги, то есть везде вход преимущественно бесплатный. Но так как мы скалолазы, мы вот были на пляже Фаселеса, там вход официальный платный, есть забор, но в любом заборе есть и место, где можно пройти прямо так. Ну естественно, мы... Тем более, я имею скалолазное оборудование. Да, просто опыт попадания в такие места, да. Мы, естественно, обошли этот забор, ну и издалека зашли, прогулялись, посмотрели античные могилы, вырубленные в камнях. Ну вот так бывали на пляже Фаселес, покупались и посмотрели дно, море рыбок, как смогли. Также, в общем-то, в районе поселка Олимпус вход на пляж платный, потому что там по дороге какие-то античности такие, полуразваленные. Ну в общем-то и там мы тоже будочку с людьми, которые деньги собирают, обошли по берегу, по другому берегу реки, где натоплена очень широкая тропа, почти такая же, как в общем-то и основная дорога. То есть про это все прекрасно знают, что закрывают глаза. Ну да, ну обошли, обошли, кто-кто, ну так как люди по большей части туда приезжают, собственно говоря, скажем так, не такие спортивные, да, вот, им обходить что-то, облазить, там, несколько долларов отдал, да пошел себе нормальной дорогой. Ну а нам вот даже интересно, потому что когда обходишь, ты видишь то, что другие люди не всегда посещают, потому что вот мы, когда проходили на пляж в Олимпусе, мы шли по другому берегу реки и видели эти античности, какие-то там арки, строения какие-то полуразрушенные, которые люди, которые заплатили, они смотрят на это с другого берега, а мы это прям насквозь прошли. Вот, и так же, собственно говоря, с горой Химеры мы на нее сходили, ну то есть у нас было по несколько дней лазанье, естественно, устаешь, там, пальцы стираются, просто сила заканчивается, и потом день отдыха, в котором мы посещали разные места. И одним из таких мест была гора Химеры, где уже не одну сотню лет горит природный газ, который выходит из горы, ну это традиционное популярное место, довольно высоко подняться пешком по тропе, ну где-то там на входе есть люди, которые собирают монетки, вот мы чуть сбоку обошли, очень на эту же тропу и поднялись, посмотрели на эти, ну достаточно интересно, да, такой вечный огонь природного характера, до этого нам такое не попадалось. Я думаю, на гранек в Турцию еще ты заглянешь не раз, поэтому у тебя будут наверняка новые впечатления, новые маршруты. Очень хотелось бы, потому что днем это провели немного, а посмотреть там еще много чего осталось. Так вот, ты побываешь, вернешься, расскажешь. Непременно. Поэтому не прощаемся, а говорим до свидания. До новых встреч.